Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра АФК-Арена. И в этом выпуске мы проведем обзор нового события PvP-режима Битва Судеб. Доступно сейчас, да, как я уже сказал, только на тест-сервере, на основных серверах появится чуть-чуть попозже. Этот игровой режим уже не новость, да, то есть не такой, чтобы прям только сегодня изобрели, но правда каждый сезон эксклюзивен, постоянно какие-то доработки-переработки. И в этом конкретно сезоне сделали даже обучающее видео. Давайте-ка его посмотрим. Такой вот формат, то есть не видео, а подсказки уже во время игры. В бою герой авангарда первым входит на поле битвы. Понятно? Отлично. Карты навыка будут потреблять энергию камней рассвета. Использованные очки отображены в левом верхнем углу карты. Ну понятно, три очичи нужно. Вот внизу шкала с очками вот этих самых камней рассвета энергии. Карты героев разблокируются постепенно. После разблокировки их можно использовать на поле боя для призыва героя, не расходуя камни рассвета. Так вот, ранее такого не было. Это что-то новенькое. И на мой взгляд, слишком уж пикантное и действительно приносит такой вот неповторимый элемент геймплея. Какую-то вот интригу. То есть непонятно, кто когда победит. То есть тот, кто лучше играет или тот, кому повезет с картами. Поэтому такая вот фишка. Сейчас ждем, пока карта появится. Вот энергия копится, как вы видите. Ну, наша Аталия вроде рубит люция противника. Так, у вас достаточно энергии камней рассвета, чтобы использовать эту карту. Попробуем применить карту гром против врага. Давайте-ка попробуем. Так и прям смотрите, вот прицельчик такой вводится, да, здесь. Также что-то новое. Ранее такого не было. И на люция наводим. Отпускаем. Вот, шарахнуло его молнией. По истечении таймера героя можно будет вручную отправить на поле боя, чтобы он помог вашим войскам. Конечно же, давайте-ка отправим. Вот, смотрите, есть разные варианты, да, героев. Вот, такой герой. Вот. Давайте-ка Лукрецию отправим, да. Пусть порубит кого-нибудь. Вот, две тетки надавали люлей кому-то мужлану он там. Еще один вышел. Ну, короче, силу феминизма решили проявить. И всех нахлобучили. На этом обучение заканчивается. Пришло время ступить на путь становления мастера. Давайте-ка попробуем кого-нибудь бомбануть. И, конечно же, посмотрим, посмотрим, какие у нас здесь есть расстановочки, в чем прикол. Так, первое. Нажмите здесь, чтобы изменить ваш первый набор карт. Ща как изменим. При определении героев необходимо выбрать одного героя авангарда и четырех запасных героев. Битву можно начать в том числе с запасного героя. Для каждого набора карт необходимо выбрать шесть карт навыков, затем карты будут извлекаться случайным образом, во время сражения. Но тоже интересно. Так, на мой взгляд, что мы здесь можем получить? Да, карты все одна другой краш. Восстановление здоровья и повышает защиту одного союзного героя. Ну, как бы так себе. Но, как по мне, так лучше всего брать, конечно же, карты. Те, которые будут повышать какие-то основные характеристики. Или же вносить урон. Ну, выбрал такой состав персонажей. В принципе, вот в авангард поставил мишку. Хочется верить, что она будет один на один действительно очень интересна. Потому что урон у нее свой хороший, эффекты оглушения. Ну, и опять же, волки будут помогать ей уничтожать противника. То есть, по сути, мы имеем сразу возможность использовать трех персонажей против одного противника. Ну, а там как пойдет. Не Тейна, Трезнера. Хочу еще попробовать, как он себя проявит. И вот в авангард хотел еще и Зольда поставить. Но как-то вот, ну, не решаюсь. С одной стороны, Зольд хорош в том плане, что если один на один он будет работать, то выбить его, скорее всего, не смогут. Вот сразу. А он успеет раскачаться и войти во вкус. Потом его уничтожить будет вообще нереально. Ну, в общем, подобрал такую команду. Потом, может быть, буду переделать, буду обтачивать. Что касается карт-навыков, то выбрал вот такой вот набор. Смертельное проклятие убивает сразу любого персонажа. Вот, но требует 9 очков кристалла. Остальные попроще взял также с уроном и с эффектами контроля. Ну, давайте посмотрим, вот что же у нас есть. Это первый мой набор. Затем дальше второй, третий и так далее. Ну, сейчас будем использовать, пожалуй, первый набор. Что касается заданий. Да, здесь за задания мы можем получать, во-первых, очки. Вот, это первое. За очки, соответственно, открываем сундучки и так далее. Вот, раз, два, три, четыре и десять свитков в конце. Вот так вот. Обновление через четыре дня. Вот в каждом сундучке, как вы видите, много-много сундучков с ресурсами. Вот, есть ежедневные задания. То есть, что необходимо делать? Завершать бои, одерживать победы и, собственно, все за это мы будем получать очки. Событие, на мой взгляд, очень-очень прибыльное, поэтому обязательно нужно в него поиграть. Итак, начинаем. Подбор противника. Так, вот такой вот формат. Кто же там против кого? Ага, древня выбрал, да? Типа, если древень раскачается, то нам трындец. Да, согласен, такое может быть. Поэтому нужно сделать все, чтобы не дать ему раскачаться. Давайте-ка его прессанем сейчас. Так. Вот такого злодея сейчас мы возьмем. В общем, взял мощных танков, выставил против меня. С той лишь фишкой, чтобы получить эффект... А, мне это не нужна карта, это божественные желания, не та тема. Да, мы тоже так умеем. Ну, сейчас, ладно, подождем, подождем, пока появится еще кто-нибудь. И мы их потом сразу оптом, оптом заморозим. Вот так вот. А сами при этом возьмем и используем... Ну, давайте вот этого товарища используем. Вот так вот, на тебе, 970 тысяч. Это тебе не в тапки срать, это 970 тысяч. Все, молнии бахнули, жахнули. В общем, размолотили в хлам. Так мы это называем. Получаем 180 очков ранга. И переходим на следующий этап. С целью получения мощных, сочных наград. То есть, как вы видите, в принципе, необязательно здесь бомбить прям постоянно, да. Вот, есть еще вот такие форматы, да, ежедневные. Так, свиточки и сундучок. В сундучке, ну, сундучок, на мой взгляд, слабенький, конечно. Но, правда, ежедневный. Вот так-то. То есть, не общие награды за задание, а именно ежедневный. То есть, есть вызовы, есть ежедневные задания. Надеюсь, режим станет для многих игроков очень-очень приятным. И многие игроки, вот, захотят играть в нем как можно дольше. Потому что, действительно, игровая механика, на мой взгляд, очень-очень интересна и увлекательна. Ну что, друзья, на этом пока все. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы? Пишите их в комментариях и в наших соцсетях. Ссылочки на которые, как обычно, в прикрепленном комменте и в описании к этому видео. Пока-пока, друзья. И до встречи в новых выпусках.